С вами вебинар посвящен результатам продукции компании New Era. Компания наша начала работу на рынке СНГ 8 декабря 2013 года, но фактически работа началась гораздо раньше. В августе 2013 года в Санкт-Петербурге компания открыла свою штаб-квартиру. Это очень представительный, расположенный в центре нашего города, в 200 метрах от Казанского собора офис. И работа, а следовательно, и прием продукции населения началась именно с августа. Основной прием. Поэтому мы уже почти год можем наблюдать наших соотечественников. В Китае компания New Era производит продукт и выпускает его на свой внутренний рынок с 1995 года. И те результаты, которые мы наблюдаем сейчас, они вселяют огромный оптимизм, потому что в Китае уже эти результаты многолетние, они уже опробированы на миллионах и миллионах людей. И здесь мы столкнулись с феноменом, когда обычная еда становится лекарством. Ведь что такое пыльца для Китая? Это не много, не мало решение продовольственной задачи. Это решение задачи оздоровления населения, оздоровления нации. И именно разработка сосновой пыльцы и бамбука была признана в 1995 году, премьер-министром Китая, была признана приоритетным направлением в индустрии здоровья. Именно поэтому пошло развитие этой компании, началось развитие этой компании. И вот смотрите, в Китае 1,3 миллиарда человек. В день уходит 6 таблеток пыльцы сосны, по нашим таким средним рекомендательным расчетам. Это 7,8 миллиардов таблеток в день. Так вот ученые посчитали, что урожая сосны одного года хватит, чтобы кормить все население Китая в течение 5 лет. То есть понимаете, какой это огромный запас, какой-то огромный ресурс, неисчерпаемый. И то же самое бамбук. Бамбук это самое быстрорастущее растение на земле. Некоторые виды бамбука растут на 15-20 метров и более в день. Для такого сумасшедшего роста не требуются пестициды и другие какие-нибудь подкомки. Вот почему бамбук считается экологически чистым продуктом. При вырубке бамбуковых лесов тоже не уничтожаются сами растения. Не повреждается верстный слой почвы. Этот лесам очень быстро восстанавливается. То есть это тоже очень быстро возобновляющийся ресурс. То есть эти два продукта, пыльца сосны и бамбук, это огромный ресурс государства Китай, который неисчерпаемый, который очень быстро возобновляется и восстанавливается, которого хватит на то, чтобы кормить население Китая и гораздо больше даже людей. История применения этих двух растений насчитывает тысячелетия. Многочисленные научные трактаты описывают, как действуют бамбук и пыльца на наш организм. И за все время описания не отмечается в этих трактатах никаких побочных эффектов. Понимаете, никаких побочных эффектов не отмечается, потому что и то, и другое – это еда в чистом виде. Существует индивидуальная непереносимость. Конечно, она существует, как на любую еду. Некоторые люди не переносят молоко. У них отсутствует фермент, который его расщепляет. Некоторые люди по этой же причине не переносят хлеб. Это называется индивидуальная непереносимость. Но если у человека отсутствует индивидуальная непереносимость, предположим, в пыльце, в пыльце к нашей, то в остальном никаких противопоказаний к ней нет. На этикетке, конечно же, указано из противопоказаний беременность, вроде и так далее. Но это скорее требование разрешающих органов, нежели объективная необходимость. Потому что многолетнюю историю, за многовековую, за тысячелетнюю историю изучения этих продуктов, не было никаких побочных эффектов обнаружено, потому что это еда. В провинциях, где она произрастает, пыльца, имеется в виду, пыльца сосна, которая дает нам это пыльцо, до сих пор ее используют как муку в пищу. Из нее изготавливают лепешки, ее добавляют в выпечку и так далее. То есть ее используют как еду, как муку, пыльцу сосны. Дело в том, что ее очень трудно надолго сохранить в обычных условиях, потому что она очень гигроскопична, она очень быстро впитывает влагу, практически сразу же, мгновенно. Поэтому, кстати, пыльцу сосны в виде порошка применяют деткам в виде присыпки, потому что она мгновенно впитывает влагу и собирает лишнюю влажность с кожи. И у детей, плюс она еще противовоспалительным действием обладает на кожные покровы. И это шикарная присыпка грудничкам на опрелости. А вообще пыльца – это самое концентрированное питание на земле. Вот, например, для сравнения. Если мы дегидратируем, значит, убираем воду из фруктов, то остается сухого остатка 10%. То есть если мы высушим яблоко, то останется 10% сухофрукта яблока. Вот если мы дегидратируем пыльцу, то останется столько, сколько ее и было практически. То есть останется сухого остатка 94,5%. То есть что было, то и стало. Понимаете, и это самый концентрированный продукт на сегодняшний день на земле. То есть там практически совсем нет воды. Если мы вот этот концентрат разведем водой, то можно себе представить, какой объем продукции мы получим для применения, вот как еда, как еды покушать. Вот. Поэтому мы и рекомендуем пить больше жидкости, когда человек принимает пыльцу сосны. То есть когда мы начали принимать пыльцу сосны и наши пациенты, и клиенты, то мы им рекомендуем повысить свое применение, принятие воды. Потому что не менее 2 литров в сутки. Потому что мы фактически принимаем концентрат, сухой концентрат питательного вещества. Итак, чтобы говорить о результатах, давайте вспомним, как же действует пыльца сосны. Пылинка сосны – это нанобанк элементарных частиц нашего организма. Вот из чего состоит, вот все из чего состоит наш организм, это все содержится в этой пылинке. Это 268 питательных элементов. И это не белки, жиры и углеводы, как мы привыкли слышать, да, вот белки, жиры, углеводы, да, минеральные соли. А это то, из чего складываются и белки, и жиры, и углеводы. То есть это все элементарные частицы, из которых складываются те кирпичики, которые уже идут на построение наших клеток и тканей. Это 20 аминокислот, из них 11 незаменимых. Это флавоноиды. Это все макро- и самые редкие микроэлементы, которые мало где содержатся. Да, вот Слен, к примеру, мало где есть, а он очень необходим, а он есть в пыльце. Это все витамины группы В, которые тоже необходимы для всей биохимии, да, для роста, для биохимии, для профилактики. Это 104 фермента и кофермента. Это клетчатка. Вот особенно хочется сказать про клетчатку. В пыльце 40% составляет клетчатка, да, такой вот наполнитель, ее это клетчатка. И из этой клетчатки 40% составляющей пылиночки, 25% из всей клетчатки составляет клетчатка, называемая лигнин. Это очень редкая клетчатка, это очень нужная клетчатка. Если спросить врачей-диетологов, что такое лигнин, они скажут, да, это очень и очень нужно организму. Так вот, в клетчатке пыльцы ее четверть, да, лигнина. Дальше. Как вы думаете, когда все это попадает в наш организм, как все это работает? Пылиночка, она имеет размер 3 нанометра. Чтобы было понятно, что все компании-производители, которые заявляют, что у них нанопродукт, они могут искусственно измельчить свой продукт до 22 нанометров. Мельче не получается, мельче не измельчается. Дальше. Расстояние между клетками 6 нанометров. Да, в среднем разные ткани, они как бы по-разному, но в среднем 6 нанометров. Теперь, внимание, пылинка сосны имеет размер 3 нанометра. Это значит, что она беспрепятственно проникает в межклеточное пространство и несет этот концентрат, о котором я говорила выше, питательных веществ, прямо в клетку. И в клетку попадает все то, что ей необходимо в данный момент. Пылинка сосны – это цельный и живой организм. Это правда. Ее никто не дробил. В ее состав никто не вмешивался. Ее генетикой никто не занимался. Максимум, что с ней сделали, это выбили ее из оболочки, находясь в которой она бы усвоилась всего на 10%. Потому что оболочка, она не позволяет, она очень-очень защищает ее. Даже внутри организма она ее защищает, и всего на 10% бы она усвоилась вместе со всеми своими полезными компонентами. А в нашем случае усвоение происходит на 99%, потому что ее выбили из оболочки. Потому что эта сердцевинка, эта самая вот эта вот сердцевинка, она и усваивается. И причем она усваивается практически на 100%. Какой еще продукт на земле усваивается на 100%? Ну, разве что грудное молоко. Да, вот оно усваивается на 100%. Еще пыльца сосны. Потому что у компании есть специальные технологии высокоскоростной пульверизации. Это очень серьезные запатентованные технологии, которые может себе позволить серьезная, большая государственная компания. Это происходит при температуре минус 170 градусов. Вот для справки, при этой же температуре, минус 170 градусов, хранятся стволовые клетки. И они сохраняются живыми. Это я к тому, что жизнеспособность клеток пыльцы сохраняется. Почему мы говорим, что это живая клетка живого организма? Так, попадая к живой клетке, живая пылинка отдает ей все питательные компоненты. И клетка сама решает, чего ей не хватает и чего ей надо усвоить. Это очень сложная система биохимических сигналов. Мы в них не будем, конечно же, углубляться. Я только скажу, что практически любая болезнь, я не имею в виду травматическое, вирусное и какое-то другое внешнее происхождение. Я имею в виду, что практически любая болезнь внутренняя начинается с нарушения питания. И сначала это происходит на уровне клеточки. Затем, конечно же, это идет дальше в ткани, ткани, которая из этих клеточек состоит. Затем орган, который из этих тканей состоит. Затем система, которая из этих органов состоит. То есть такое нагромождение. И, конечно же, мы начинаем чувствовать что-то неладное, когда уже не в порядке сам орган. Когда нарушается его функция. Когда из-за него начинают страдать уже другие органы, организм. Тогда мы начинаем замечать, что мы заболели. Но ведь болезнь можно было бы и не допустить. Покормим мы клеточку на ранних этапах ее заболевания. Предоставь мы ей недостающие элементы в цепочку ее биохимических реакций. Глядишь, и продолжение бы дальше и не последовало бы. И таким образом все наши сегодняшние результаты, они связаны с элементарным поступлением недостающих питательных веществ в клетку. Все. Самым ярким, пожалуй, результатом, конечно, являются результаты по диабету. Их с каждым днем становится все больше и больше, потому что и мы рекомендуем, и люди принимают, и результат получают, и отзывы дают. И очень щедро делятся своими отзывами. Поэтому мы не устаем радоваться этим результатам. У нас есть, и почему еще по диабету? Потому что есть очень легко объективные показатели цифры сахара. Сейчас это очень легко определяется, у всех есть аппараты. То есть можно посмотреть цифры сахара до, и потом просто их контролировать и смотреть. Это такое даже интересное занятие наблюдать, и когда это все идет в сторону улучшения, это просто улучшает настроение, самочувствие и вообще. Они снижаются практически у всех в разной степени. В зависимости от причины заболевания, в зависимости от глубины заболевания, от всего, да, разные. Но все равно тенденция к тому, что сахар снижается практически у всех. Ведь причин и механизм диабета несколько, ну, несколько вариантов. Но все равно экспертами ВОЗ диабет признан болезнью образа жизни, кстати. А следовательно, основной вид лечения – это изменение образа жизни, улучшение образа жизни, улучшение питания, диетического питания, увеличение физической нагрузки, ну и так далее. Все это мы уже все знаем. Вторым ярким очень на сегодняшний день результатом – это лечение экземы и кожных проявлений. Тоже очень много по экземе поступает результатов положительных, естественно. Вот, например, Владивосток, да, нам прислал тут недавно результаты своих земляков. Мария, 23 года, много лет страдала экземой. Молодая девушка, но вот нейродермит, экзема, после родов произошло обострение. И хватило буквально человеку одной баночки сосны, сосна-бамбук, конечно же, принималась. Вот на одной баночке сосны и одной баночке бамбука экзема прошла полностью, то есть следов не осталось. И то же самое женщина, 52 года, то есть, да, вот практически в два раза. То же самое, картина тоже самое повторяется. Много лет экзема, и после первого же приема пыльца бамбук полностью прошли все проявления экзема. Дальше. У нас есть в Волкове такая пациентка, ну, пациентка, да. У нее, она вообще легендарная личность, у нее огромный букет заболеваний, в том числе псориаз. Вот, человек с февраля подписался в компанию, и с февраля начинает принимать наш продукт. Причем это пыльца и это бамбук, потому что больше, как мы знаем, продукции практически не было, да, она вся сертифицировалась. И вот мы были только на пыльце и на бамбуке. У нее бронхиальная астма, у нее псориаз, у нее заболевание сердца, в анамнезе у нее инфаркт, у нее понижены лейкоциты. И она уже стоит на учете в институте гематологии. И поэтому, когда она своих лечащих врачей спросила, а можно ли мне принимать пыльцу, они ей сказали, что да, тебе уже можно, хуже уже тебе не будет, пей пыльцу свою. Когда она стала пить, то, в общем-то, пошли такие результаты, что все врачи, они просто открыли рот. Потому что, ну тут понятно, что когда очень крайнее проявление всех патологий, крайнее проявление, то очень хорошо получить результат, когда вот мы понимаем по механизму действия, что начинает работать пыльца, начинает работать бамбук, и сразу же очень ярко проявляются результаты. Наоборот, когда человек себя хорошо чувствует, он говорит, я вот ничего не вижу, да, потому что вот у меня ничего и не было. То есть здесь, конечно, надо понимать, да, что чем глубже проявление заболевания, тем у нас ярче результаты. И вот эта Лариса, она, конечно же, удивила нас всех. То есть псориаз, практически, бляшки перешли в легкую пигментацию. Астма, практически, на 50% улучшение случилось. То есть человек перестал принимать гормоны, практически на 50% гормоны перестала принимать. Легкие раскрылись. Скорые помощи перестали проезжать в серверные месяцы вообще. До этого раз в месяц, а то и два раза в месяц скорая помощь у подъезда. Ну и по поводу сердечно-сосудиста, там, конечно, сложно оценить сразу же, да, по скорым результатам. Но анализы крови тоже очень и очень улучшились. То есть врачи собираются к нам приезжать в офис и узнавать, что же такое у нас за продукт. Вот. Давайте немножко поговорим про бамбук. Те же самые криотехнологии, да, вот те же самые технологии приготовления вот этого таблеток бамбука по криотехнологиям, которые сохраняют клетку живой. Там находится хлорофилл, лактонокумарин, флавоноиды. То есть такие слова, которые наверняка всем уже знакомы, потому что вот флавоноиды, да, липидный обмен, да, нормализация липидного обмена, жирового обмена. То есть чистка просвета сосудов от самых крупных до самых мелких, до самых мелких капилляров. И здесь тоже у нас есть один замечательный результат из того же Владивостока. Лариса 69 лет. Она много лет страдала, у нее такое было заболевание, ломкость сосудов мелких капилляров. То есть любое прикосновение к каким-то твердым предметам оборачивалось синяком. То есть это было настолько, настолько нужно было маленькое давление приложить к телу, чтобы получился синяк, что у него постоянно были синие ноги. То есть они постоянно прикасаются там со стульями, совсем синие ноги у человека. Пара месяцев буквально сосна плюс бамбук. Здесь, конечно, мы понимаем, что это бамбук. И кожные покровы у человека чистые, ломкость исчезла. То есть, конечно же, ни сию минуту, ни сразу же, но вот сейчас два месяца прошло, она говорит, что у нее белые ноги. Она такого давно уже за собой не наблюдала. Почему это случилось? Лактон и кумарина, бамбука, которые входят в наш бамбук здоровье, они борются с неправильным холестерином. То есть есть холестерин правильный, есть неправильный. Неправильный тот, который является, из него образуются бляшки на внутренних стенках сосудов, и постепенно сужается просвет сосудов, и нарушается питание органа. Вот этот неправильный холестерин, он считается убийцей номер один в мире. Так называют его врачи. Так вот, лактон и кумарина бамбука, они образуют с ним легкоуводимые соединения, которые очищают просвет сосуда и выводят вот этот плохой холестерин. Холорофилл, в свою очередь, он разжижает кровь, потому что он по своему составу идентичен молекуле гемоглобина, то есть разжижает кровь, убирает загущение крови, которое, к сожалению, присутствует. Вот когда человек говорит, у меня высокий гемоглобин, это, в общем-то, не повод для радости, потому что загущение крови, да, закисление, загущение крови, нарушение ее кислородной, то есть нарушение ее свойств приносчика кислорода, да, не дает эритроцитам работать в полную силу. Поэтому хлорофилл, он разжижает кровь, да, он дает эритрактам возможность переносить кислород, вот, не дает им возможности склеиваться, и кровь разжижается, то есть не образуются тромбы, да, это является прямой профилактикой заболевания, которые связаны с образованием тромбов сосудов. Это и геморрои, это и тромбофлебиты, это варикозное расширение вен и так далее. Вот и как раз вот Валентин, это моя мама, ей 75 лет, варикозное расширение вен, за 3 месяца приема бамбука и пыльцы, у нее практически исчезли узлы на ногах, на икроножных мышцах сзади. Я как врач, я это смотрю, оцениваю, и очень-очень этому рада, потому что это моя мама. Вот, пропал синюшный цвет стопы, то есть побледнели стопы и исчезли синие пятна. Дальше у нас есть результат по диабету, галина, тоже сахарный диабет, 2 месяца приема пыльцы сосны, причем в первом месте была пыльца с пробитыми оболочками, то есть сразу же получили такой яркий результат по диабету. Потом саблицировано, к сожалению, пока нет с пробитыми оболочками, то есть и постепенно-постепенно нормализуется состояние. Сначала исчез просто кожный зуб, да, потом, ну цифры сахара тоже, конечно же, снизились. Потом стало давление у нас нормализовываться, то есть человек отказался от приема таблеток от давления, уже вот около месяца, насколько я знаю, я с ней общаюсь лично, не принимая таблетки от давления. Вот, очень любит чай, бамбуковый чай, и тоже утверждает, что очень хорошо он на нее действует. Дальше, Ольга, сахар 6,2, через месяц приема продукции пыльца и бамбук, сахар слинился вдвое, то есть стал 8. Вот, и здесь мы знаем механизм действия пыльцы, мы понимаем, как она работает. Что такое диабет? Это недостаток инсулина, который способствует образованию гликогена в печени, да, в крови гуляет сахар, а до клетки он не доходит. Есть такой термин у врачей, голодание среди изобилия, да, то есть сахара полно, который, вот мы видим, цифры сахара высокие, а клеточка голодает. Что делает пыльца? Она настолько мала, что она настолько мала по своему размеру, что она не требует никаких ферментов для своего расщепления. Она сама уже готова, я говорю, элементарные частицы. Вот, она напрямую просто подходит к клетке, из нее встраивается, питает ее. Вот, и плюс в пыльце содержится 104 фермента, да, которые, которых, если их не хватает в организме, то они вот восполняются из этого продукта, из нашего. Да, питание клеток поджелудочной железы как раз тоже вот получает от пыльцы, поэтому улучшается работа. Вот, дальше, Елена, 60 лет, диагноз геморрой, да, предоперационное состояние, месяц приема пыльцы и бамбука, и вопрос об операции был снят. И вот по давлению тоже очень хороший результат, но с давлением все не так просто. Причин артериальной гипертензии очень много. Это может быть стресс, ишемическая болезнь сердца, может быть просто как симптом какого-то сопровождающего болезни, там, заболевания печень, много еще чего. Здесь, конечно, надо разбираться с терапевтом, врачу-терапевтом. То, что бамбук почистит стенки сосудов, что пыльца успокоит нервную систему. Одного этого будет уже достаточно, чтобы лекарственные препараты очень эффективно сделали свое дело. Когда уже разберется терапевт, то там уже эффект будет гораздо лучше. Очень много результатов на тему кожных проявлений, очень много. Практически так же, как по диабету. Ну, во-первых, они видны сразу. Да, тоже почему? Потому что они сразу на глазах. Кандилома, папиллома. Да, они имеют вирусную природу, но это указывает на то, что недостаточная очищающая функция печени. Вообще, очень многие проявления на коже, это звездочки, пигментации. Все это указывает на печень. Да, нормализуйте функцию печени, наладьте при этом хорошую работу с ЖКТ, с ежедневным стулом. И все кожные проявления уберутся, они уйдут. Здесь масса примеров тоже на приеме наших продуктов. У меня лично вот эти вот кандиломы, они все даже на лице были, сейчас практически их нет. То есть я просто обратила внимание, что то, что меня когда-то очень угнетало, в какой-то момент я ответила, что это все, оно прошло, исчезло, просто исчезло. Вот здесь масса примеров на приеме наших продуктов. То есть пигментные пятна у кого-то исчезают, у кого-то уменьшаются шрамы. Вот у меня тоже на лице был небольшой шрамчик, сейчас его практически не видно, только вот побледнение кожи. А сама втянутость ушла, то есть восстановилась ткань. Вот пыльца, в ней 40% клетчатки, которая называется лигнин. Вот и при регулярном употреблении пыльцы налаживается работа ЖКТ. И это тоже все отмечают, что налаживается работа, стул регулярный, и тоже на коже сразу же улучшается все проявления кожные. Следовательно, все кожные болезни, связанные со стрессами, плохой работой кишечника и печени, они все нормализуются, потому что клетки вот этих всех органов, они получают адекватное питание. И миродермиты, и псориазы, и отдельно хочу сказать про чай, чай с бамбуковых листьев. Там шикарный состав, там 5 трав, его заваривают на 2 литра. У нас была женщина, я уже про нее рассказывала, повторюсь. Она работала на мукомольном производстве всю жизнь. И представляете, что такое мукомольное производство, да, что там в легких у человека творится. Так вот, через неделю, причем она лечилась, она пыталась эти легкие очищать, она на учете у врачей пульмонологов была всегда, вот, потому что такие люди профредности. И через неделю после приема чая, да, с бамбуком, у нее случилась рвота, и огромные, как она говорит, веревки стали выходить, вот, у нее из легких, ну, такая вот мокрота, да, с веревками. И после этого намного стало легче дышать, и она почувствовала вот облегчение. Потом опять, через сутки у нее опять вот это вот очищение произошло, и она теперь с чаем просто не расстается, ходит у всех его, просит, чтобы ей, вот, если у кого-то есть, чтобы дали. Дальше, по гинекологии очень интересные результаты, боли при менструациях практически снижаются, ПМС тоже сглаживается, и даже, вот, опять же, мы теперь рассказываем всем про случай бесплодия, который тоже семейная пара забеременели, когда им уже поставили диагноз бесплодия официально, расписали своими бессилиями врачи. Вот у мужчин тоже приходит, как это, приходит информация, что повышается однозначно потенция, то есть мужская сила увеличивается, очень много результатов на эту тему. Но это объясняется очень, очень легко объясняется, потому что пыльца, пылинка – это мужская половая клетка растения. То есть пылиночка – это мужская энергия, это мужская половая клетка, она оплодотворяет, она, как бы, вот, дает свою информацию. Вы знаете, что в первые сутки после оплодотворения, вот, пыльцы, пыльцой цветка сосны зависть вырастает в 100 тысяч раз за сутки. Представляете, какая потрясающая биологическая активность. Вот один из факторов медицины как раз гласит, что лечим подобное подобным, поэтому мужские проблемы, они как раз очень хорошо, очень хорошо лечатся пыльцой. Бамбук, очистка сосудов тоже очень, кстати, помогает, то есть чистятся сосуды плюс пыльца, и вот мужские проблемы очень хорошо отступают. Вы знаете, можно очень много перечислять примеров, их в каждом днём становится всё больше и больше. И сегодня вот как раз свежий услышал результат сегодня прямо в офисе. У нас у одного человека на фоне приёма пыльцы с олигосахаридами. Почему я говорю на фоне приёма пыльцы с олигосахаридами? Потому что, потому что мы всё, всё другое мы принимали все давно, но вот этот продукт пришёл недавно, и поэтому результат появился. То есть, у человека пошли глисты, аскориды стали выходить. И это, конечно, заметили, и это просто не может не радовать, это здорово. То есть, глистогонное действие, да? Там тоже можно всё это объяснить. То есть, фон биохимически нормальный, плюс олигосахариды, это мы называем для кишечника. То есть, стул нормализовался, перистальтика нормальная, и вот это вот всё, оно чистка помогла. И это, конечно, нас очень окрыляет и радует в нашем бизнесе. Но что ещё очень важно, что даже если со здоровьем всё в порядке, то не надо игнорировать наш продукт. Он вполне может являться и продуктом питания, и служить промежуточным приёмом пищи между едой, если нет возможности покушать, или вообще заменить приём пищи. И очень многие говорят о том, что похудели, тоже результат, потому что стали меньше кушать, стало меньше тянуть покушать. И теперь мы с вами знаем почему, потому что пыльца – это питание клетки. Если с ней всё в порядке, с питанием, то и сигналы она не посылает в организм, что дайте что-то покушать, да? Это же всё цепочка сигналов, сигнальные вещи, и нас не тянет покушать. Это тоже уже результат, который тоже распространённый у нас в нашей среде. Уходит лишняя жировая ткань, потому что у клетки есть всё необходимое питание, и запасы жировые ей не нужны. Это тоже сигналы посылаются, и формы тела, они изменяются. Может быть, даже где-то в весе не меняется вес, да, но формы тела, они приобретают совершенно другие очертания. Поэтому, что хочется сказать в заключении. Приём нашего продукта, он беспроигрышный в любом случае. И даже если чего-то не знаешь, ничего не беспокоит, и мы его просто принимаем, то мы знаем, что все наши клеточки питаются и чистятся. Да, этого уже достаточно для того, чтобы оптимистически смотреть на жизнь. И наш организм берёт в этом случае курс на просто оздоровление. Если не на выздоровление, то на выздоровление это точно. Вот такие результаты, дорогие друзья, я вам хотела сегодня рассказать.